Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня поговорим о движении энергии в природе и о том, что люди делают неправильно. Для этого давайте выйдем на природу, чтобы было более наглядно. Я вам покажу простой, но очень познавательный опыт. У меня есть наклонная плоскость, я по ней хочу пустить жидкость в воду. Как она себя поведет, вы сейчас увидите. Я думаю, большинство из вас не знают, как потечет вода. Итак, заливаем воду. Обратите внимание, вода течет не по прямой. Она извивается то влево, то вправо. Течет зигзагом, как будто бы ввинчивается. Эта форма движения называется синусоида. Точно так же текут и реки. А мы пытаемся их выпрямить, и тогда река заболевает. Она заиливается, уменьшается скорость потока, повышается температура воды. Все потому, что ей очень тяжело двигаться по прямой. Запомните, энергия в природе никогда не распространяется прямолинейно. Это может быть синусоида, если на плоскости, спираль, если в объеме, троидальные движения. Тор – это обычный бублик, но процессы, которые происходят при его движении, достаточно сложны. В подробности вдаваться не будем, для этого нужна отдельная серия. Я скажу кратко, что в нем движутся потоки в разных направлениях и плоскостях, разделенные пограничным слоем. Тороидальное движение является самым устойчивым. Мало того, оно присутствует в нашем опыте. В тот момент, когда поток воды меняет свое направление, троидальное поле, которое образуется вокруг этого потока, меняет свое направление вращения. Да-да, я не ошибся, именно поле. В нашем опыте мы имеем поток частиц, вокруг которого всегда образовывается поле. Это те же законы, что и в электричестве. Я еще в школе начал увлекаться электроникой, и у меня были хорошие преподаватели. Один из них был инженер компании «Филлипс», венгр по национальности. В то время он уже был седым старичком на пенсии. Так вот, он говорил, если вы не знаете, как поведет себя электричество в той или иной ситуации, представляйте его потоком жидкости. Это одни и те же законы. Индуктивность можно представить в виде турбины, которую сначала тяжело раскрутить, а потом тяжело остановить. Емкость – это сосуд с эластичной мембраной посередине, у которого вход и выход находятся с разных сторон этой мембраны. Итак, любой элемент электроники можно представить гидравликой. Теперь вы поняли, почему реки текут не по прямой, а извиваясь. Им так легче преодолевать сопротивление среды. Мало того, чем больше скорость потока, тем больше амплитуда колебаний. Я уже плавно перехожу на язык электроники, потому что то, что мы видели в опыте, это то же самое, что течет у нас в бытовой электросети. В опыте хорошо видно, что поток воды течет по синусоиде. А вот так выглядит поток в наших проводах, если его показывают в плоском виде. Похоже? По-моему, очень. Я еще раз повторю главную мысль этого видео. Энергия в природе никогда не распространяется прямолинейно. Для нее это слишком тяжелый путь. Для меня было еще одно подтверждение этому, когда в одной из телепередач я увидел искусственную молнию в замедленной съемке. И что вы думаете, это была тоненькая спираль? Хочется, чтобы те люди, которые изобретают что-то новое, строили свое устройство с соблюдением законов природы. Они единственное правильное, а не те законы, которые навязывают нам современные физики, в кавычках. Научитесь определять, что справедливо, а что ложно, наблюдая за природой. Она во много-много раз умнее, чем мы все с вами вместе взятые. И тогда вы получите устройство с наименьшим потреблением энергии и огромным КПД. Вот сколько всего интересного можно узнать из такого простого опыта. О следующих сериях выводы будут еще более захватывающими. Я вам расскажу, как устроен наш физический мир в глобальном планетарном масштабе. Вы узнаете, почему Луна не падает на Землю, почему Ною было 300 лет, когда он строил свой ковчег. Почему пирамиды находятся именно в этих местах. Многие легенды для вас станут понятными. Так что присоединяйтесь к нашему сообществу подписчиков, и вы не пожалеете. Потому что многое, о чем я буду говорить, будет публиковаться впервые. До скорого.